добрый день дорогие друзья сегодня мы готовим бисквит сейчас в первую очередь нужно отделить белки от желтков так чтобы желточек не попала в белок иначе не сольется так как положено итак смотрите я отделила желтки от белков ни капельки не попала желточка обычно я беру 4 яичка 4 ложки сахара и 4 ложки муки всего по 4 но сегодня опять почему потому что яйца маленькие сейчас я буду взбивать белки и когда белочки будут взбиваться уже когда переверну верх ногами они не будут выпадать я буду аккуратно добавлять по одному желтку после того как я добавила по одному желтку я добавляю по одной ложке сахара туда и все это процессе взбивания не останавливаясь и когда уже все это будет взбито убираю насадку вот такую венчик убираю и аккуратно будем лопаткой или ложечкой аккуратно вводить муку уже не взбивая ее а просто перемешивая соединять будем со всеми продуктами вот посмотрите пожалуйста как мало белков и сейчас я когда я собью они увеличатся в разы сейчас я вам покажу что будет происходить вы видели сколько было белков дать посмотрите сколько сейчас вот что я делаю я переворачиваю ничего не выпадает всем понятно да сейчас наверное я решила в комментариях говорила что буду желток теперь наверно все таки сахар добавлю первый по одной ложке все это взбивая потом дальше по одной ложке там уже будем желточек добавлять вот это получилось яйца здесь сахар и мука а нет муки еще нету яйца сахар что там а белок желток можно добавить сюда ванильку но у меня ее не оказалось теперь смотрите что делаем по одной ложечке аккуратно добавляем и чтобы не усадить вот эту массу которую мы взбивали мы аккуратно не взбиваем а просто перемешиваем вводим муку в жидкость и так по тип постепенно все четыре ложки муки вводим после этого высыпаем это все в емкость для выпекания у меня вот такая но мы не смазываем емкость ничем на сухую просто в сухую емкость посуда должна быть вся идеально чистая без капельки воды без капельки жира и обязательно сухая обязательно все должно быть до единого сухой иначе у вас ничего не получится вот что у меня получилось при температуре где-то 160 градусов ставим на пол часика вот пол часика дальше будем смотреть что будет получаться потом нужно будет добавить немножко температуры где-то до 180 еще минут 5 10 у каждого своя духовка поэтому смотрите сами у кого сколько это займет итак смотрите что получилось у меня они минут 40 постояла все это при температуре где-то 160 150 градусов а потом еще 10 минут на выключенной духовке но при этом я не открывала духовку но он еще горячий пока от сильно не кручу его вот со всех сторон смотрите пусть остынет потом будем можно так кушать присыпать сахарной пудрой можно тортик из него сделать всем привет смотрите что у нас получилось из того бисквитика который я в предыдущем видео вам делала получилось 3 коржа вот 1 2 3 такой толщины все сейчас я это буду проливать компотиком каждый слой каждый корж вот так чтоб не сильно много но и не мало что было пропитано кому как нравится кто хочет более мягче тут побольше и так буду каждый слой каждый слой буду промазывать здесь у меня сметана с сахаром хотела бананчик добавить но он не очень спелый вернее не переспевший я не люблю такое в креме я его просто буду слоями добавлять в тортик вишенки между слоями будут и орешки посмотрю что получится вот такой у меня получился первый слой здесь сметана с сахаром 30 процентная сметана чтоб жирненькая была вишенки без косточек накидала и порезала хаотично бананчик вот что у меня получилось второй слой я сделала просто с вишенкой пролила компотиком и с вишенкой проложила на третью же верхушечка бананчик и орешек пробуйте ну что у нас получится такой